Друзья, давайте поговорим сегодня о самодостаточности. Что значит быть самодостаточным человеком? Вообще, что приводит человечество быть самодостаточными? Как психолог могу вам сказать, что мудрость внутренняя, желание и способность учиться — это и есть самодостаточность. Ведь чем больше человек знает, чем более он компетентен в разных вопросах социальной жизни, тем он будет самодостаточный. Самодостаточный человек никогда не будет никому завидовать. Наоборот, окружающий мир и успешные люди будут ещё больше его подталкивать стать ещё более развитым и самодостаточным. Развитые люди, самодостаточные люди, они никогда не видят осколков в чужих глазах, они всегда стараются всё услышанное, всё увиденное анализировать, понять и увидеть истину, и чему-то научиться в том, что они увидели, услышали или же узнали. Именно это и есть способность и качество, внутреннее качество человека самодостаточности. Самодостаточный человек всегда учится, и не важно, сколько ему лет, и не важно, сколько у него дипломов и какие научные степени он имеет. Самодостаточный человек — это мудрец, умеющий всегда учиться, правильно анализировать, имеющий способность различать правду и ложь, имеющий способность иметь глубинное понимание жизни, понимать правильную жизнь. Это люди, которые всегда устремлены к вершинам жизни. И это люди, которые понимают, что вершина всегда даётся только для того человека, кто способен к ней идти, кто правильно идёт и следует. И в первую очередь это люди, которые умело понимают себя. Они всегда очень наблюдательны к себе и очень мдительны к себе. Они всегда стараются понять ошибки, которые они допускают, и исправить эти ошибки. Они понимают, что правильные задачи, правильный опыт, который человек приобретает, открывает в человеке многогранность опыта. А опыт мы с вами приобретаем только через великий труд. Самодостаточный человек никогда не будет никого унижать. Он самодостаточен. Он, наоборот, видя, может быть, какие-то прорехи других людей, улыбнётся, поймёт, что человеку что-то ещё нужно узнать, раз его мнение является таковым. Но он никогда не будет спорить. Он никогда не будет совершенствоваться за счёт других людей, самоутверждаться за счёт других людей. И человек самодостаточный, он всегда уверен в своём внутреннем убеждении. Его уверенность не базируется на каких-то домыслах, вымыслах или каких-то фразах, какой-то информации непроверенной. Самодостаточный человек, он всегда убеждён только потому, что он знает. «Верю, потому что знаю. Знаю, поэтому и верю». И вот знание, наличие знаний, расширенные способности знаний, возможность всегда жить в состоянии высшего источника, всегда видеть информацию высшего разума — это и есть самодостаточность. И когда человек живёт в состоянии высшего источника, живёт в состоянии божественности, чистоты, он всегда будет и уверен в завтрашнем дне, он всегда уверен в себе. И именно этот человек является самодостаточным. Самодостаточные люди понимают, что такое эгоизм, и они не допускают эгоизма в своём сознании. Да, они полны знаний, да, они полны возможностей, потому что только знания, трудолюбие открывают перед человеком возможности. Имея всё это, они наполнены внутренним глубинным состоянием самодостаточности. И им не нужно что-либо доказывать, им не нужно в чём-то как-то себя истязать. Они знают, поэтому и верят. Это всегда успешные люди, друзья. Успешные, уверенные в себе, но не эгоистичные. И их чистота, открытость и Любовь, их внутреннее состояние Божественности даёт возможность понимать каждого человека. И эти люди действительно не ищут осколков в чужих глазах, не замечая своих брёвен. И только самодостаточность открывает перед человеком величайшее чувство и состояние самосовершенствования. Это люди, которые всегда учатся. Это люди, которые каждый день открывают что-то новое в этом мире. Это люди, которые принимают и себя, и мир вокруг себя. Будьте самодостаточными, а значит, учитесь. Учитесь каждый день. Спасибо. 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 Спасибо.